друзья сейчас мы пойдем путешествовать по гуглу мы к сожалению забыли нас наш модем lte поэтому связь прервалась потому что мы шли от вай фая сейчас мы идем собственно по кампусам google тут много построек их порядка 50 на нас или 40 штук значит есть много интересных технических решений в принципе такая достаточно загородная свежая атмосфера вот и как бы вы мне смотреть сейчас есть места где растут помидоры их можно рвать мы выясняли у офицера вы кому это разрешено он нам рассказал по секрету что когда тут собираются русские они выпивают хорошо пиво вот и после этого закусывают этими помидорами вот видимо если вы руки и хорошо выклили пиво можно закусить помидорами прям спуста google вот вот такая вот интересное место вот здесь вот есть мостик такой какой-то небольшой вот сейчас мы идем в самую 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 центр самый центр самый центр самый поиск и адвардс хочу сразу рассказать что по гуглу можно передвигаться на велосипедах это абсолютно бесплатно велосипеды тут раздаются бесплатные они такие цветные вот возможно покажу вам а ну вот принципе можно показать вон там стоит велосипед вот то есть каждый посетитель может взять его на отсутствие вот такой вот велосипед можно взять и кататься на нем никаких денег тут не требуется абсолютно халявный велосипед так вот двигаемся парковки тесл находится с другой стороны потому что тут нет у них зарядки поэтому здесь обычная машина первое что мы видим это акульные плавники да то есть таких плавников достаточно много да не плавать есть такая пометочка здесь обязательно вот они рассекают скажем так землю гугла вот показывают что здесь водоворот которому можно сказать вращается весь интернет сейчас мы подойдем достаточно такому интересному месту это подарок гуглу это копия динозавра которого здесь вроде бы как нашли до которого здесь вроде как бы нашли он является таким можно сказать символом гугла в том числе вот давай подойдем к нему символ гугла динозавра конечно интересный символ и почему-то он обвешан обвешан динозавра да то ли он их съел то ли они его едят мы вот этот вопрос не выяснили но возможно возможно хорошие интересное впечатление вот об этой штуке вот скажем так такой вот такие дела так пойдем дальше так трансляцию трансляцию мы проверим что вы нас слышите потому что судя по прошлому опыту так так видимо вы нас слышите так продолжаем тогда искусил такси так мы идем помидором собственно вот есть такая микроферма гугла где они выращивают помидоры в полисе не написано кто их должен сыровать найдем помидоры да вот там есть помидоры такие места для отдыха вот вот собственно один из главных кампусов гула или это главный даже да как бы то есть где можно соответственно наберемся наглости зайдем в лобби я думаю что да мы сейчас зайдем в лобби я думаю нас не сразу служба безопасности закроет снимать на территории гугла запрещено но мы попробуем вот ну как то так тут в принципе вот можно посмотреть на лестницу но николай убежал к сожалению дальше дальше нас сейчас не пустят потому что нас еще не выгоняли а ты уже убежал вот на самом деле ходить по гуглу можно если осторожно то есть как бы мы сегодня с утра то что то проголодались и сбежали в столовую прям за сотрудником гугла просто воспользовались его карточкой еда там конечно же бесплатно так что в принципе можно бесплатно существовать на территории гугла то есть если у вас есть выбор существовать в Нью-Йорке или на территории гугла то лучше существовать на территории гугла да поэтому как бы еда тут есть вот причем она действительно халявная никто никогда вас не спросит в гугле деньги вот причем еда тут очень хорошая вот как бы мы дошли в самом центре до тех же мест кстати которые идут у нас в фильме кадры вот собственно да это основной 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 логотип самый интернетовской из всех интернетовских компаний так сейчас мы будем перемещаться к нашей машине чтобы нам начать куда-то перемещаться вот она у нас стоит не так близко но мы до нее дойдем и наверное куда поедем куда мы поедем да тут просто столько я думаю что мы сейчас поедем на самом деле в стенд потому что по дороге мы увидим много чего на самом деле параллельно проедем через microsoft может быть фейсбук с другой стороны к сожалению находится потом может быть до фейсбука на самом деле вот видно что уходит много довольных людей и при этом на самом деле гугле нет жесткой дисциплины мы долго пытались понять какая же мотивация потому что кипя и бонусов здесь практически нет как выяснилось мотивация такая что стыдно делать хуже чем твой коллега по работе потому что каждый знает что что делать на работе да еще одну и ту же вещь могут делать двое причем не зная об этом причем если твой друг сделает лучше то возможно тебе понизит рейтинг а возможно вообще уводят то есть люди не стоит думать что даже если вы попали в гугл тут все так хорошо отсюда могут и уволят то есть прецеденты такие есть и никаких гарантий что вы здесь если вы сюда попали останетесь и не будете работать и будете только есть бесплатных столовых нету я сказал потому что скорее всего так произойдет очень быстро да то есть как бы в гугле разумеется оценивают производительность всех сотрудников оценивают насколько они эффективны и если вы скажем так будете работать ниже уровня общей массы сотрудников гугла скорее всего вас уволят так мы потихонечку возвращаемся назад тесла 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 конечно хотелось посмотреть но сейчас мы их на дороге я много увидим на дороге мы их увидим очень много потому что а вообще мы тут обсуждали тесла это реальная угроза российскому рынку то есть если все будут ездить на тесла то скорее всего никто не будет покупать бензин вон кстати тесла давай подойдем даже не одна вот даже две теслы да 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 вот две теслы вот две теслы вот такое чудо света оно по моему стоит от 60 тысяч долларов где-то да и разгоняется она за 4 секунды до сотни а еще я вот можешь снять вот это я сейчас наберусь наглости и нажму на эту штуку а нет не работает комплектация проще а давай напрямую мне всегда интересно какие я думаю меня не арестуют а не 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 работает это только в сервисе работает вот жаль ручки тут выдвигаются у машины скажем так взломать теслу не удалось вот но мы работаем над этим вот мы думаем мы думаем да разобраться в этой компании есть план вообще взорвать ее потому что ну реально вот я прикидываю если все будут ездить на электричестве то нефть никто не будет покупать и в России наступят темные времена придется заниматься серьезной интернет разработкой интернет бизнесом и придумывать что-нибудь как вот в силиконовой долине то есть придумывать какие-нибудь безумно интересные сервисы и зарабатывать на них вот так что тесла для России скажем так очень и очень опасно возможно возможно остается их работать да 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 есть такая опасность что это угроза нашему самому главному рынку вот так надо бы проверить работает трансляция работает трансляция аж по второму блоку кампусов и это здесь на парковке мы остановились пальмы около офисов красиво да да человек предложил убить чувака из тесла даже предложил что у него есть визит из тесла его контакт человек который сделал теслу сделал paypal если что да так что так что голову нет мы сегодня на самом деле если вы посчитаете мой фейсбук в принципе то есть на нашем фейсбуке мы сегодня были в главном офисе тесла пытались пройти внутрь вот к сожалению у нас не было портативной ядерной бомбы вот но как бы нас внутрь не пустили вот ну такова жизнь вот видимо тесла слишком маленькая компания чтобы так пускать идей как google например она большая компания ей можно но на самом деле надо сказать что у фейсбук при огромном количестве кампусов ставят ворота на входе которые открываются только по карточке да вот собственно можно и так развлечься тут очень много интересных персонажей достаточно нестандартных только возможности будем их принимать кто-то вот приезжает на мотоцикл вот это бесплатный велосипед опять же по территории можно ездить кто-то 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 все по-разному так мы приближаемся к машине хочу рассказать парковки парковка в принципе во всех местах где мы были она бесплатная нет никаких проблем припарковаться что в apple что в гугле что в микрософте что даже в тесле 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 пускают на машинах не тесла ну вот да в нью-йорке на самом деле машина наверное вещь бесполезная потому что если ты живешь на манхэттене то парковаться сложно да и практически бесполезно вот здесь конечно картина совсем иная про нью-йорк могу сказать что там вообще ощущение что жизни там нормальной нету то есть там все как бы выживают вот потому что элементарно поймать такси в час пик это задача которую мы не осилили и поехали на метро вот к примеру далее мы идем где-то 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 тут была наша машина но насколько я знаю чуть-чуть дальше сейчас мы ее найдем да на территории гугла можно заблудиться нет территория у них огромная мы как бы находимся в центре но вокруг нас еще зданий очень много они тоже принадлежат гуглу вот в принципе такая же ситуация происходит и в apple и допустим в микрософте так вот по-моему вот здесь мы где-то а по-моему выжигал около этого сумасшедшего велосипеда припарковались где же он чуть-чуть дальше наверное а вот по-моему мы уже прошли про кругу ну ничего обойдем вокруг гугла а вон вон а нет нет дальше дальше вот эти штуки вот сейчас мы найдем нашу машину вероятность этого увеличивается скажем и просмотрены машины так что рано или поздно мы ее найдем не наберитесь терпения покажем вам стэнфорд это бесспорно место где учатся самые крутые бизнесмены штатов вот мы там тоже прогулялись первый же день приезда в Калифорнии очень интересное место очень позитивное много фонтанов ну надо сказать что наверно если все-таки техническое образование может быть в MIT оно круче возможно да но с точки зрения бизнеса наверно стэнфорд все-таки не в конкуренции да скажем так это место где бы я думаю каждый ну мы уже тут обсуждали с николаем эту тему вот еще тесла да вот тесла что в следующей жизни надо учиться в стэнфорде вот место однозначно позитивное кстати непосредственно если говорить про студентам стэнфорда абсолютно разнородный народ то есть все национальности присутствуют русских мы правда не видели но я думаю они там есть если мы поискали еще серьезнее я думаю нашли бы по-моему там это должен быть сначала сумасшедший велосипед а вот он велосипед вот кстати прошел человек с русской речи прям никаких то есть русских тут насколько я знаю процентов 20 а то и 3 дорога до майкрософта как обещает google maps будет примерно на 3 мили или 6 минут значит в принципе все близко направляйтесь на северо-запад направляйтесь на северо-запад может хоть едем с видеорегистратором так в apple возможно поедем не поедем туда долго ехать в apple к сожалению ехать не быстро но туда мы можем съездить только если купить очередной гаджет но вроде очередной 5s нам не нужно поэтому в apple нам ехать смысла нет не ну там сразу скажу там продается куча всякой одежды я видел во всяком случае гаджетов вот то есть в принципе вполне интересно ну то есть да это чуть больше чем apple store скажем в россии потому что опять же мы зашли в стэнфорд попросили купить ipad air нам сказали а вы студенты стэнфорда мы сказали что нет нам сказали что вот для не студентов стэнфорда а ipad of air нет то есть есть такое в общем на самом деле да дефицит с apple что в нью-йорке что здесь и это удивительно потому что казалось бы да с одной стороны все должно быть хорошо но на самом деле не все так хорошо как хотелось бы вот но по факту по факту конечно могу могу вас обрадовать а ipod of ipad то есть как бы афонов нету даже в нью-йорке то есть в главном истории apple в нью-йорке все это есть на витринах но купить это нельзя потому что нету в наличии так что на самом деле покупать проще в россии цена на самом деле отличается не сильно да да ну как бы так же как и в россии здесь действует черный рынок айфонов вот с определенными на оценками то есть про наценку в среднем там процентов ну долларов с пятьдесят сто на самом деле как и везде наценочка то есть как бы и с наценочкой вам перекупщики такие то есть в любом ларечке вы можете в принципе купить единственное надо понимать что еще можно залоченный купить девайс они как правило залоченные то есть как бы я еще разлоченных я кстати не видел потому что в америке продаются в основном залоченные и по этой причине как бы здесь наверное не самое лучшее место где для челночников с айфонами вот итак мы едем по дороге вы можете видеть тут интересное там аааа тут куда ни плюнь на самом деле интересная компания интересная компания вот слева еще остались как бы гугловские вывески возможно их видно возможно не очень но там как бы логотипчик виден вот так вот люди живут тут гуляют с собаками вообще тембр жизни очень такой размеренный спокойный в принципе конечно для бизнеса эта атмосфера безумно хорошая вот я вот кстати насчет Сколоткова был вопрос похожий на Сколково я честно говоря в Сколково не был но у меня много друзей которые там были вот а может мы остановимся вот здесь вот как бы андроидовский кампус там очень много андроидовских ну ладно проехали вот что касается Сколково ну не знаю то есть как бы у нас для Сколково чтобы что-то там тысячу футов чего-то добиться нужно написать тонны бумаги да проходить кучу экспертиз вот к сожалению то есть как бы платить какие-то взятки насколько я знаю мне кажется на самом деле самая большая проблема это все-таки климат вот как Роман мы уже с тобой обсудили да классная идея была бы сделать Сколково под Сочи да вот если бы Владимир Владимирович предложил то есть нашим разработчикам скажем так переехать в Сочи да сделал бы какие-нибудь налоговые льготы и инфраструктуру я думаю многие разработчики да и мы наверное с Николаем да подумали бы серьезно бы задумались над тем чтобы переехать в Сочи вот если бы такое возможно потому что ну в принципе тут климат немножко напоминает сочинский вот он достаточно мягкий достаточно позитивный вот и я понимаю полностью мировых разработчиков которые не хотят работать в каком-нибудь жестком нью-йоркском климате а переезжают сюда и организовывают здесь прекрасные компании которые зарабатывают миллионы долларов вот поэтому если для вас как бы интересно то есть такой такой образ жизни такое мышление вы можете попытаться попытать свое счастье здесь опять же хочу сразу уточнить что стартапов в гугле запускаются миллионы и ну не миллионы тысячи 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 вот скажем так нет ну вчера офицеров говорил миллионы я буду цитировать офицеров вот тут у меня вопрос задает права русские путешествиями по Калифорнии да на самом деле нет международных прав даже но тут выдают машину без проблем да насколько мы выясняли проблем с вождением нету то есть можно с российскими правами путешествовать даже если они не настоящие могу скажем подсказать то есть есть еще такой нюанс вот потому что американские полицейские ну как бы они вообще не в курсе можно ли с ними путешествовать но как бы можно можно то есть ну главное не нарушать и не ездить пьяным потому что здесь можно за это попасть в тюрьму причем не кисло вот то есть как бы да здесь это вообще исключено тут еще народ спрашивает сколько нам обошлась машина на самом деле машина здесь стоит очень дешево в прокат мы даже считали как бы бизнес модель аренды да и решили что такой бизнес построить вообще невозможно поэтому как бы не знаю вот допустим машина на котором мы ем она стоит наверное тысяч 60 а в сутки ее аренда ну плюс страховки плюс все прочее ну вот сама аренда стоит всего 106 долларов если посчитать то как бы на самом деле конечно бизнес становится не очень интересный по аренде машина но тем не менее как бы сдают и все интересно но правда спорткар вы скорее всего здесь не возьмете то есть надо понимать что если вы хотите поездить тут на феррари или там на чем-то таком то скорее всего в обычном вот становись здесь становись здесь и вот надо вот это вот снять и показать людям сейчас мы остановимся ребята мы находимся в офисе всемирного зла компания microsoft да компания microsoft ее собственно офис мы здесь повернем направо вот мы мы доехали до офиса всемирного всемирного зла вот великой операционной системы и великой империи билла гейтса кстати насколько я понял по microsoft можно попутешествовать и в принципе нам сказали что если после десяти то нас пустят внутрь вот кстати хочу порекомендовать всем кто любит путешествовать нужно всегда экспериментировать мы абсолютно не в курсе что тут вообще происходит и все это путешествие ну как бы практически было экспромтным ну разумеется мы поехали на конференцию договорились с владимиром о встрече заранее за что ему огромное спасибо безумно огромное спасибо безумно была интересная экскурсия конечно ну мы постарались донести во всяком случае скажем так восемьдесят процентов той информации которую нам рассказал вот конечно конечно секреты он не палил ну вообще мы на это и не рассчитывали да я могу сказать о стойкости вообще руководство всех компаний даже яндекс и гугл они не пали секреты даже абсолютно так в любом состоянии то есть как бы алкогольного опьянения любого состояния так что в принципе это ну я знаю по своему собственному опыту достаточно бесполезное занятие так ну наверное в офисы майкрософта мы не пойдем я думаю что если мы пойдем туда с камерой нас закроют да то есть поэтому ну вот здесь microsoft здесь много кампусов да поэтому в принципе поехали в стэнфорд да вот сейчас мы поем в стэнфорд вот там действительно можно погулять это шикарное место то есть такого уровня парков даже центральный парк нью-йорка ну просто рядом не стоял да центральный парк нью-йорка это такое место где забор за я не знаю за один доллар построен как бы вокруг парка то есть как бы все огражено этим забором то есть это проволока такая вот колючая практически вот и скажем так очень скромненько и бедненько вот ну но определенная энергетика конечно в этом парке есть то есть как бы это однозначно позитивное место по сравнению с нью-йорком то есть если вы выходите из нью-йорка вот кстати табличка microsoft да вот табличка microsoft то есть мы тут были это безумная безумная компания безумная ну как бы честно говоря не не самая наша любимая google безусловно занимает первое место поэтому мы с ней и начали потому что google это наше все это интернет в принципе конечно если сравнивать офис гугла и офис яндекса google я думаю много очков возьмет вперед как и в открытости так и в территории таки но если брать офиса яндекса мы здесь не видели может он есть кстати да наверное кстати возможно и офисов яндекса достаточно много но как бы я не думаю что нас туда пустят в принципе можно прикольнуться но 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 не будем не будем ездить в яндекс вот все таки история яндекса это история москвы это история россии вот это это действительно успешная история вот но мы тоже кстати едем и думаем почему яндекс стоит в три раза дешевле чем twitter вот в принципе казалось бы должно быть наоборот да казалось бы у яндекса очень серьезный бизнес а twitter это такая сеть где очень много интересных публикаций интересных людей политиков но как бы нету рекламы нету прибыльности при этом как бы яндекс возможно это компания которую недооценивают зарубежные инвесторы вот поэтому возможно это очень даже неплохая компания вот я вот сейчас размышляю а не вложить ли акции в яндекс николай как ты думаешь с инвестиционной точки зрения есть смысл ну я думаю это лучше чем в газпром ну вот вот да то есть как бы если выбирать между газпромом и яндексом наверно нужно быть патриотами интернета и вкладывать деньги в яндекс ну хотя я я бы порекомендовал вкладывать деньги в собственный бизнес потому что в себя да это интереснее да в себя в образовании если у вас есть две тысячи долларов то лучше на них съесть например в силиконовую долину к примеру в силиконовую долину или по изучению или купить компьютер и начать изучать там интернет вот как бы использовать его как инструмент а не как игрушку для игрок там playstation что-то там я не знаю вот если у вас есть деньги да лучше всего первым вкладывать в себя все я понимаю что сидя на диване где вы продолжайте решение тоже достаточно хорошо можно все увидеть но честно кстати гугл это неплохо позволяет делать да да гугл это неплохо позволяет делать но если говорить совсем откровенно я все же рекомендую двигаться с диванов то есть подниматься и пересекать страны континенты и видеть действительно интересные вещи потому что те ощущения которые видны непосредственно здесь их конечно невозможно передать ничем в том числе интернетом это конечно к сожалению лишь пять процентов от того что мы видим на самом деле вот вот мы в конце концов можно английский выучить да можно кстати английский выучить жить мы кстати думали о том что может переехать сюда на полгодика и действительно адаптироваться единственно непонятно как общаться с российскими программистами которые работают по московскому времени потому что сейчас уже наверное почти двенадцать да время идет двенадцати ночи и понятное дело через часик все уже пойдут спать вот а мы будем кататься дальше кататься и транслировать 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 я не знаю насколько нет я думаю конечно показать стэнфорд мы не можем не показать стэнфорд потому что это конечно альмаматор мирового уровня вот и если вы наверно школьник и вы скажем так только на пороге жизни и скажем так у вас есть ум и там хорошие родители которые помогут стэнфорд это такое место где стоит поучиться вот в принципе и бизнесу стоит поучиться то есть если вам уже за сорок то не надо комплексовать там в принципе можно возможно возможно может ну а опять же уточнем мистианфорда не не заканчиво ему да к сожалению мы станфорда не заканчивая вот ну возможно поэтому мы мы живем наверно поэтому в россии вот так бы живя наверно Ну, Ларри Пэнч, насколько я понимаю, Стэнфорд тоже не заканчивал. Да, к сожалению, стыдно. Да, да. У меня подозрение, что не заканчивал. Я могу ошибиться. Сверху не делается. Ну, как бы, ну, должны же быть школы. Должны же быть школы. Нет, конечно, если человек талантливый, он пробивается без образования. То есть это известные факторы. Например, Стив Джобс даже не закончил университет и даже не получил высшего образования. То есть он, по-моему, ушел, если я не ошибаюсь, с четвертого курса университета. Его бросил, потому что он уже занимался серьезным лидерством. Я не уверен, что на самом деле, если жить сейчас по биографии Стива Джобса, что прокатит. Поэтому тут как бы тоже надо понимать, что есть время определенное, которое либо может подходить под это дело, либо нет. И однозначно сказать нельзя. Согласен, согласен, согласен. В любом случае, как бы, это образование, это гарантированный способ получить знания и хорошенько, то есть, как бы, продвинуться вперед на вашем жизненном пути. Поэтому, если есть возможности, не стоит этим путем пренебрегать. Согласен. Так, итак, мы едем, толку нам еще ехать? Неизвестно. Восемь минут вроде как. Восемь минут. Возвращает Google Maps. Google Maps. Спасибо нашему спонсору Google Maps, который нам не дает потеряться. Потому что мы бы тут уже давно потерялись и жили бы только, наверное, от еды и от Google. Вот, забирая ее в бесплатных столовых, то есть, как бы, вот. Потому что, конечно, было первое ощущение, что мы сможем тут пешочком все обойти. Ощущение это ошибочное, то есть, как бы, ну, такие расстояния, так, километров в пять от интересных мест можно... Ну, например, что только территория Google, она, там, километр на километр почти, наверное, да? Да, она огромная, мягко выражаясь. Кстати, здесь есть интересные горы. К сожалению, мы их сейчас не видим. По ним, опять же, Владимир Офицеров рассказывал, что многие сотрудников Google по ним ходят, там путешествуют, изучают. Ну, достаточно красивые горы. Вот, я не знаю, вида, к сожалению, не будет. Ну, вот, если вы вдалеке, вы видите, там гора тоже есть. Вот, я не знаю, насколько это видно на трансляции. Конечно, это не Гималайя, но для начала, я думаю, вполне сойдет. Вот, если вам нравится, то есть, как бы, развлекаться, путешествовать, я думаю, в Калифорнии вы найдете много интересного. К сожалению, кстати, тут вот именно по барной теме и по алкоголю тут практически ничего нету. Все закрывается в 8-9 часов. Мы об этом рассказывали. То есть, как бы, и вообще, то есть, атмосфера Калифорнии, я думаю, можно сказать, это очень здоровая атмосфера, да? Ну, смотри, да, все красиво же. Все красиво, все очень здорово. Вот, позитивненько. Так, я сейчас попробую, кстати, соединиться, посмотреть, есть ли у нас картиночка. Друзья, пишите ваши вопросы, я их читаю периодически. Да, идет ли трансляция. А то, может быть, мы вещаем, вещаем, а никто нас не слышит. Ну, даже если у нас будут проблемы с местным интернетом, то мы в любом случае выложим запись, которую мы у нас... А, нет, 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 веща не идет. Вот, ладно, я не буду нагружать наш канал. Вот, к сожалению, у нас канал один. Ребята пишут, что в Вегейндексе еще ребята на работе. Респектом за это. Да, да, да. Что развивает наш проект. Я знаю, что в юзераторе тоже, сколько так, в 12 ночи это не вечер, скажем так. Вот, в час ночи или в 2 у нас могут быть только совещания по работе. Так что это все вполне нормально. И так, и так, и так, и так, сколько нам еще осталось? Около 5 минут. Нам бы к главному входу в Стэнфорд подъехать, это было бы самое идеальное. Вот, я тут подумываю, это было бы самое крутое. Вообще, на самом деле, в Стэнфорде это же не только университет, там огромное количество школ. Да, это огромный комплекс действия, и школы, и, скажем так, школы предподготовки. То есть, как бы, в Стэнфорд. Очень много всевозможных комплексов. Огромный стадион Стэнфорда. То есть, ну, такого размера наших стадионов, то есть, которые в Москве. То есть, хорошие такие большие стадионы. Что там еще интересного? Магазины Стэнфорда, то есть, где много одежды. Вот, кстати, мои штаны такие, как вида пижамы, я их купил. Там они просто прикольные. Вот, не знаю, ну, кому не нравится, можете кинуть в монитор камнем. Вот, мне не жалко. Вот, что еще? Скажем так, ну, что еще интересного в Стэнфорде? Атмосфера хорошая. Безумно хорошая атмосфера. Я вот не знаю, можно ли на самом деле при такой атмосфере учиться. Да, есть такое ощущение, что при такой релаксовой атмосфере можно вообще наслаждаться жизнью. Кстати, что тут еще интересного? Очень много, кстати, таких пометок, что нельзя пить, нельзя курить марихуану. Вот, честно говоря, нам никто не предлагал, вот, ни первого, ни второго, но отметок, то есть, достаточно много. Возможно, мы какую-нибудь увидим, вам покажем. Вот, не могу сказать, что я видел кого-то. Если в Нью-Йорке, то есть, от среднестатистического житель Нью-Йорка несет марихуаны, то есть, причем за километр, то здесь это не так. То есть, народ тут все-таки более позитивный в этом отношении. Вот. Ну, хотя, у меня есть подозрение, что Калифорния тоже увлекается наркотиками. Да нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет у нас такого подозрения. Здесь все чисто, все хорошо. Вот. Надеюсь, нас никто не прослушает. Вот. Так, 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 мы едем, едем, едем. И что еще? Так, как мы едем, не знаю. Так. Как-то едем. Как-то едем. Как-то едем. Вот, едем через Тунейт, небольшой, через мост, там у нас в Том. И хочу рассказать про пробки. Пробки тут есть и достаточно серьезные. На самом деле, да. Вот вчера мы пытались доехать до Фейсбука, доехали, но... Да, доехали в ночь. Найд тайм это, на самом деле, долго. Потому что... Да. Мы надеялись доехать днем, доехали ночью. Ну, не ночью, в 6 вечера. Оно стемнело. Оно стемнело. Вот. Стемнело и, как бы, ну, скажем так, уже пофоткаться... Ну, там фоткать-то нечего. Не езжайте в Фейсбук. Фейсбук плохая компания, туда не пускают. Нас не пустили. Нет, была тема войти, но не вошли. Вот. Нет, если... Просто так вы туда не войдете, в общем? Не, я думаю, есть темы. Я думаю, если сильно захотеть, но... Судя по внешнему виду, нету там ничего интересного. Вот. В этом Фейсбуке. Ну, подумаешь, ну, что они, можно сказать, скопировали в нашем ВКонтакте. Что там смотреть, вот скажи мне? Ну, тут такая спокойная контора. Ну, подумаешь, мелочи. Езжайте. Наоборот, произошло. Но это тоже не важно. То есть, как бы... У нас есть ВКонтакте. Хорошая система. Ну, хорошая, конечно, в кавычках, но... Ну, хорошая. Вот. Поэтому... Фейсбук мой. Тут вопрос, сколько стоит литр бензина? На самом деле, я сначала тоже удивился. Но, во-первых, надо понимать, что здесь нет не в литрах, а в галлонах. И галлон бензина здесь стоит, по-моему, 3,7 доллара. Один галлон – это, по-моему, 4,8 литра. Получается, бензин здесь, вроде как, стоит меньше доллара за литр. То есть, дешевле, чем в России, и дешевле процентов на 30. И при этом, как бы, электрокары здесь популярны. То есть, несмотря на все то, что по американским расходам бензина это совсем немного, на электрокаре, как бы, считается, ездить круто и экономить, как бы, прилично. Электричество тут, видимо, стоит еще дешевле. Вот. Но, опять же, про электрокары, надеюсь, все в курсе. То есть, машина Тесла разгоняется до 100 км за 3 секунды. Николай, пони как? Да. Да. Я просто смотрел вопросы. Давай я буду транслировать вопросы. Я готов работать навигатором. Вот. Если мы тут попадем в аварию, врежемся, вы тоже… будете свидетелями всей этой ситуации. Вот. Я очень надеюсь, что мы хорошо доедем. Машина застрахована? Машина. Машина застрахована. Нам ничего не страшно. Вот. Она большая, тяжелая. Так что, если что, погибнем не мы. Вот. Так, а вот мы, в принципе, уже подъезжаем на территорию Стэнфорда. Остается понять только, где здесь… Едем прямо. Интересные места. Едем прямо однозначно. Вот. Мы, на самом деле, пошли в первый же день на территорию Стэнфорда. Это было, скажем так, немножечко ошибочно. Там вот прямо, кстати… Нет, я думаю, что здесь мы… Прямо, 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 прямо. Прямо. Вот. Это была небольшая ошибочка, потому что мы не взяли с собой теплую одежду. Стемнело. Такси, кстати, в Калифорнии практически нету, то есть на улице. И никто не останавливается. То есть, если вы становитесь и голосуете, вас не подвезут. К сожалению. Такси, на самом деле, как вы видите, мы ехали вообще нет ни одного. Да. Такси встречаются намного реже, чем машины Тесла. То есть, на… не знаю, на 20 машин Тесла можно встретить одно такси. Я сказал так, на 20 Макларенов одно такси. Такси. Да, да. Вот. Кстати, хочу рассказать о разнице между машинами в Нью-Йорке и в Калифорнии. Бесспорно, здесь машины достаточно высокого класса. Вот. Серьезные и дорогие, стоимостью сотни тысяч долларов. Некоторые… Но надо сказать, что машины в Америке стоят вообще дешевле. Да, машины стоят дешевле. Здесь вот многое острове от грабительских пошлин, которые Так, здесь мы повернем сейчас налево, вот. А вот, мы проходили мимо это, это.. Дальше… Нет, нам прямо как раз… Нет, нет, нет. Прямо, прямо нам! Прямо, Николай! Поверь мне! Прямо! Прямо, 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 переезжай, переезжай прямо. Проходили мимо вот этого… Так. Ладно, значит, поедем прямо, да, проходили просто мимо вот этого. Ок. А, нет, мы, кстати, сейчас проедемся, на самом деле, мы не совсем правильно, может быть, едем, но мы сейчас проедемся по Сент-Хиллз. Это такое место, где находятся все венчурные капиталисты. Это, кстати, интересно. И там, на самом деле, как все говорят, оттуда вываливают мешки с деньгами. Да, вот туда нужно заходить со своей супер бизнес-идеей, там, я не знаю, заходить, и тут же вы получите мешок денег, и другой капиталист прибежит и гидит вам еще два мешка денег, то есть, как бы, вот это, видимо, то место. Я не знаю, может быть, нам с какими-нибудь сумасшедшими идеями к ним сходить, вот, я не знаю, может, у нас тоже. Ну, у нас-то вроде проблем нет с инвестициями, да, но… Ну, все равно, это деньги лишними не бывают. Сейчас мы доедем чуть прямо, повернем налево, и это будет Сент-Хиллз. Угу. 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 Просто нам нужно же по центральному выезду в Стэнфорд отпасть. Да, Сент-Хиллз. Вот оно, место миллионеров. Может, не оно. Хочу сказать про пешеходов, вот они тут ходят, их все боятся, то есть, если вы выходите в Калифорнию и становитесь на землю, машины останавливаются на расстоянии километра, вот, и боятся вас, как огня, то есть, если тут, наверное, задавить пешеходом на землю, я думаю, оставшуюся жизнь вы проведете в тюрьме. Вот. Ну, судя, такое создается впечатление, потому что, вот, как только становишься на зебру, все вокруг останавливаются и боятся. Вот страх виден прямо в лице. Так. О! Вот, вот. Что туда? Нет? Нет? Слушай. Смотри, баланс тормозит свет. Ну, торможение сильное. Я ему просто ручку боюсь. Так, посмотрим. Трансляция. Так, сейчас попробуем. Да, возможно, мы потеряли связь. О, кстати, нам даже скинули адрес Яндекса. Калифорния Авеню Сью 200. Плаальто, кстати. О, а, кстати, а может в Яндексе идти? Трансляция. Нет, трансляция будет ходить. Т.е. у тебя даже сайт не говорится. Трансляция идет. Секунду. Ну, вот такой вот интернет здесь. Секунду. Я надеюсь. У меня есть надежда на местный интернет. Трансляция. Сможем он работает. В интернет работаем. Я в тебя верю. Так... Так... Ну, подожди новый. Я вижу картинку. Она правда статична. Ну, наверное, наших зрителей немножко подторможивает. Ну, скоро, наверное, появится. А, нет, все работает, все живет. Шикарно. Но здесь есть местами провалы со связью. На самом деле, даже в силиконовой долине идеального 4G нет. Все, я отключусь. Так, на самом деле, мы сейчас попробуем, сейчас посторонистанно повернуть. Потому что хоть тут доживут и черные капиталисты. Да. Ну, домики очень богатенькие. На самом деле, дом тут не проблема. Проблема в земле. То есть, земля тут стоит очень дорого. А непосредственно дом построить, да, не проблема, он дешево стоит. А вот землю купить... Средний ценник вообще по домам около миллиона долларов. От? От, скажем так. От миллиона долларов. Так что... Мы тут общались с одним удивительным товарищем из Таиланда. Он там местный миллионер. В общем, у него там большие связи в Мангкоке и так далее. Он все продал и купил здесь маленький ресторанчик. Вот накормил вас безумно вкусным рисом. Вот. И супчиком хорошим накормил. Вот тайским. Вообще пообщались по поводу Таиланда. Это очень хорошее место. Я вот там много живу в году. Ну, месяца два, три, пять, шесть бываю на этой территории. Вот так вот люди, миллионеры из Таиланда переезжают, открывают здесь закусочные. Вот. Есть такая тема. Вот. Называется «Отдай все, получи закусочную при форме». Вот. Ну, может быть, он не все отдал. Ну, не. По виду человек был очень счастливый и очень довольный жизнью и самой. Вот. Так что не могу сказать, что он был как-то несчастный. Он, наоборот, говорил, что здесь безумно хорошо. Ему безумно нравится. Вот. И замечу, он был не под наркотиками. Он был абсолютно адекватный. Вот. Это адекватный болтаец. Вот. В отличие, кстати, от жителей Нью-Йорка, которые не всегда адекватны. Вот. И находятся иногда в разных мирах. Так, что там еще у нас? Сейчас мы повернем направо. Потом будет Campus Drive. Да. Поедем направо. Поедем направо. Сейчас мы повернем направо. Тут везде много машин. Утром и вечером практически безумные пробки даже в этой деревне. То есть, с одной стороны, тут нету больших домов. Кстати, очень хорошо, что их нету. Но, на самом деле, низкая плотность домов, она разрушает пропасть. Поэтому все легче, проще. Так. Мы должны все убить. Или не нужно убить. Так, наверное... А, тут нельзя поворачивать что-то? Если налево? На лево. Да, наверное, если налево не нужно. Так, значит, сюда. Вот. Если нас остановит полиция, я думаю, вы будете свидетелями. Вот. Это будет интересное шоу. Вот. Но... есть надежда, что этого не произойдет. Я рекомендую оставаться с нами. Не переключайтесь. По сути, мы сейчас уже едем по территории Стэнфорда. Он справа. Тут есть какие-то школы. Ну, вот сейчас скоро мы подъедем к кулочке, где, может быть, подъехать к центральному входу Стэнфорда. В Шикаго. Кстати, мы не видели ни одного туриста. Даже русского туриста. Вот. Таких же психов, как и мы. Вот. Люди сюда практически не ездят. Именно... Ну, так вот, чтобы взяли билеты и приехали. Вот. И... Это странно. Почему так происходит? Почему к каким-нибудь египтянам все ездят, смотрят на их несчастные пирамиды? Вот. А вот сюда не ездят. Как-то в нынешних. Далеко, мне кажется. Я думаю, что ездят не русские. Ну, мы ж не видим... Ну, мы ж не знаем, кто они. Факт, что русских тут мало, да? Как бы русские, здесь только иммигранты. А... Да, иммигрантов действительно много. Но вот именно туристов, кто бы посмотрел эту великую, скажем так, деревню... Да, деревни бывают великими. Вот. Про... У нас тоже есть Барвиха. 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 Жуковка. Жуковка. Ну... Да. Ну, Mountain Views, их я думаю, затклю их за пазухом. Вот. Раз пять. И... Или сто пять. Вот мы... Кто-то там не очень доволен наш ездной. Да. Чуть-чуть не попали в аварию. Нет, в аварию мы не попали, но просто... Видимо, не уступили так, как надо. Ну, не суть. Там очень разгоневанный чувак. Барвиха. Бежит сбитый за нами, но... Но не догоняет. Но... Да, 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 да. Он не может нас догнать. Мы оторвались. А он бежит, что-то кричит. Что-то, что-то, что-то на букву F. Ну, но... Но у него опять не удается. Он падает, разбивается в кровь, лежит, подъезжает скорая, его забирает. Мы очень рады за чувака. Вот. Больше мы его не увидим. И так... И так мы двигаемся дальше. Так, что... Мы когда-нибудь до Стэнфорда доедем... Да, вот он справа. Сейчас мы просто подъедем в Стэнфорду. О, да, да, да. Я уже вижу Стэнфорда. Сейчас проехала красная Тесла. Скоро вы увидите его. Вот. Это безумное, безумное сооружение, которое стоит посмотреть, увидеть, осознать. Это просто... Не знаю. Это интересно. Обидно, конечно, что наши великие там, я не знаю, МГУ находится на... На сто пятьдесят седьмом месте или на сто пятьдесят шестом? По-моему, ниже уже, по-моему. Ну, да. Где-то сто пятьдесят... Сто шестьдесят в каком-то месте. Вот. А Стэнфорд на каком? Я думаю, в топ десять он входит. Я, наверное, не слукавлю. Наверное, да. Да. Я не слукавлю, если слукавлю. Вот, собственно, мы едем в центральную. Вот, 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 вот. Ребята, вы видите, сейчас самый центр. И так, давайте я объясню, как это работает. Сюда набрасываются деньги, и мы видим время. На сегодняшний день мы набросали денег на пятьдесят две минуты. Пятьдесят одну. Да, и если подойдет злобная тетя полицейский посмотрит на это время, на нашу машину, значит, все нормально. Если здесь будет ноль, и, соответственно, мы не оплатили парковку, то, значит, не все нормально. Нам выпишут чек. Нам выпишут штраф. Вот, штраф, видимо, будет солидный. Ну, так как мы набросали кучу денег, вернее, всю мелочь, которая у нас была. Вот. Кстати, монетки по доллару они не принимают. Да, нужно бросать мелкие монетки. Давай я, наверное, как-нибудь буду это нести. Что-то нет, собери вот сюда. Так. Итак, мы попали в Стэнсор. Это центр... Центр образования Калифорнии. Образование Калифорнии, да. Делим на интересное место. Я думаю, мы пойдем к центральному, наверное, входу, да? Да. Какие-то тут тоже достаточно позитивная, легкая атмосфера. Машина закрыта? Да. Шикарно. Итак, машину у нас не украдут. Вот. Тем более, мы заплатили за парковку. Так, 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 так. Начинаем показать. А сейчас, кстати, стало жарко. Да. Сейчас до солнца прям, наверное, градусов под 25. Тогда тут меняется буквально очень быстро. То есть, ночью достаточно прохладно, а днем достаточно жарко. Видно тут... Вот тут виды прям шикарные. Центральный вход. Видно, что население здесь, конечно, не пренебрегает. Давай сделаем панораму. Вот тут, на самом деле, огромные эти парки, получается, да, которые бескрайние практически. Вот. Так что все очень-очень интересно. Все безумно интересно. Опять же, студенты на велосипедах, на... Или вот на таких вот девайсах. На самокатах, на девайсах. Часто вот сидят вот девушки, работают с ноутбуками. В основном все азиатских национальностей. Почему такие девушки? Азиатских, немецких национальностей. Было бы замечательно пообщаться с кем-нибудь из азиатских. Но... Если нам повезет. Хотя все может быть. Все может быть. Надо... Надо в это верить. Вот. И так. И так, и так. Мы подходим к воду. К воду мы подходим. Так. Вот тут вот такая вот красотень. Я вот думаю, только, может быть, нам потяни пойти. Ну и правильнее. Я думаю, нет. Потому что... Мы надеемся, что трансляция идет, и вы нас видите. На это мы можем только надеяться, потому что мы ее даже не смотрим сами. Да, к сожалению, мы можем только на это надеяться. Нет, мы можем проверить, но вот я думаю, давайте найдем до... Да, какое-нибудь местечко и проверим. Да. Интересно, как ты думаешь, Николай, учат ли здесь SEO? Я думаю, здесь учат маркетингу. Угу. Но SEO же часть маркетинга и бизнеса. Это же... Оно, я думаю, идет одним из пунктов презентации. Это же важнейший элемент продвижения любого хорошего бизнеса. Вот давайте посмотрим на удивительную скульптуру. Я, честно говоря, не знаю, как она называется. Так, так, так. Вот, кому интересно, давай их можешь переведить. В общем, я думаю, что это люди, которые имеют отношение к Стэнфорду. Да, люди задумчивости. Ученок, которые здесь жили и работали. Судя по времени, это они. Итак, кстати, очень много можно увидеть людей с детьми как в компании Google, так и со своими питомцами. Так, вот еще одна из площадей получается, да, здесь? Давайте вон панорамку. Я, кстати, думаю, если бы мы попали, допустим, в какой-нибудь московский ВУЗ, например, в МИФИ я включился с камерой вот в таком виде, наверное, нас бы уже давно закрыли. Нас бы уже закрыли и допрашивали в темном-темном кабинете. Вот особенно в МИФИ. Я думаю, что ядерный реактор, который там находится. А еще мы иностранцы. А еще мы иностранцы. Я думаю, нас бы заинтересовались, нами бы заинтересовались компетентные органы. Но вот тут такого не происходит. Да, тут, да, ну, если говорить о шпионом, насколько я помню, наша разоблаченная шпионка, как тут, Чапман, и тоже у нее было задание знакомиться с профессорами и налаживать тут связи. Вот. Можно познакомиться с каким-нибудь профессором, наладим связи. Нет, нам далеко до российских супершпионов. Вот. Поэтому мы не будем этим заниматься, наверное. Хотя поздороваться с профессорами можно. Вот. Главное понять, кто из них профессор. Да. Кто из них профессор, а кто из них дворник – это вопрос очень сложный. Вот. Вот такие вот тут безумные виды, безумная атмосфера, безумные размеры. К сожалению, я вот думаю, камера не передает все размеры Стэнфорда. Да и виды, я думаю, передает не так. Да. Виды она, к сожалению, тоже не передает не так, как мы можем увидеть мы. Но я думаю, то есть кусочек, маленький кусочек атмосферы Стэнфорда мы транслируем прямо на ваши экраны. Вот. И можно немножечко окунуться в такой интересный мир, где люди ходят вверх ногами. Вот. И, собственно, то, чем мы и занимаемся. То есть, как бы, вот так вот. Вот так вот на скамейках тут учатся. Читают, учатся. То есть, как-либо, занимаются образованием. Есть очень много хороших кафешек. Велосипедов. Пойдем в фонтан. И вот фонтанчик хороший. А вон. Можно там посидеть. О! Просколокол. Вот. Вон фонтан. Вон фонтан. А, вон безумный фонтан. Давай пойдем туда. Вот велосипедов настолько много. Да, что есть очень много парковок для велосипедок. И, в отличие от территории МГУ, где я живу, в Москве. Тут, наверное, не так часто воруют велосипеды. Вот. Хочу передать привет тому, кто украл мой велосипед. Вот. Я на него очень сильно злой. Тут, наверное, не воруют велосипеды. И, я думаю, тут можно иметь собственный велосипед. И это очень классно. Потому что спорт наше все. И без спорта серьезные дела сделать, ну, я думаю, сложно. Итак. Мы движемся к фонтану. Что мы видим? Мы видим колокольню. Достаточно красивую и интересную. С часами. Да. Уже 12 часов дня. Это день здесь. У вас это точно ночь. А вот там, кстати, интересная штука. Давай посмотрим, по-моему, часовой механизм. Да. Там часовой механизм. Давай посмотрим. Покажем это людям. Вот такая вот штука. Часовой механизм данных часов. То есть все открыто. Полностью открытые технологии. Вот так вот иду часы в Stanford. Вот так вот чувака с ними, которые на одном колесе ездят. Ездят студенты. Да. Вот иногда вот так вот ездят. А вот просто ездят на велосипедах. То есть вполне обычно. То есть даже не стоит ее снимать. Тут девушки, я не знаю. Вот. Опять же ходят вот в таких вот стэнфордских маечках. Вот. Достаточно, не знаю. Мне нравится стиль, короче, одежды в Стэнфорде. Он такой немножко раздолбайский. Вот. Вот. Но вполне позитивный. Позитивный. Раз вызывает эмоции, значит это безумно позитивно. Вот. Так. Так. Мы приближаемся к фонтану. Сори, сори, сори. Здесь все очень вежливы. И все всегда говорят сори. Непонятно из-за что. То есть если ты виноват, тебе все равно скажут сори. Спасибо, что посмотрели нас. Надеюсь, что вам было интересно. На этом мы завтра уже покидаем Силиконовую долину и поедем в Майами. А потом я в Москву, а Роман еще будет полгода путешествовать. Да. Так что мы уверены, что мы сделаем массу проектов. Сделаем много всего интересного. Оставайтесь с нами. Делайте тоже интересные проекты. Создавайте интересные идеи. Ну и в принципе желаем вам успеха. Всего всего. Надеемся, что наш экскурс по Силиконовой долине будет вам полезен. Я думаю, что он внутри вашего сознания родит какие-нибудь гениальные идеи, которые принесут вам миллионы. Вот я вот сейчас вот смотрю и вижу миллионеров буквально. Вот. Я чувствую, что вот сейчас вот идеи появляются. И в нашем российском рынке появится ну на пару десятков, наверное, миллионеров больше. Какие-нибудь, да. Да, они на нас посмотрят. Они позавидуют, да. И скажут, да, 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 надо сделать гениальную идею. И сделают. Вот. После чего наша страна станет немножечко популярнее. Ну а то, что мы надеемся приложить к этому ну хоть какое-то небольшое усилие. Всем спасибо. Всем огромное спасибо. Удачи. И то, что вы думаете. Теперь давайте попробуем. Освен tip. И, мы смотрите, смотрите.